Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год которое Путин решил провести 15 января, но это сделали под ежегодное обращение к Федеральному собранию. А после собрания федерального собрались некоторые, только избранные, приглашенные, которые и узнали настоящий курс нашей страны, которую продиктовала Геля Меркель, которую привезла, конечно, она как птичка, та самая синичка, голубь, который носит почту, она прилетела с этими, конечно, указаниями от верховных правителей мира сего. Но, друзья, конечно, многие вещи, которые говорились Геле Меркель в кулуарах, 4 часа беседы в Кремле, это не значит, что никто их не узнал. Вот, допустим, Кадыров, у него везде свои люди, он хорошо проплачивает информацию всем. И Кадыров получил самой первой информацию о том, что, какие послания принесла Геля Меркель в нашу страну. И поэтому он, Кадыров, а чтобы не попасться в селки, как на дикой охоте, он не захотел быть тем самым зайцем или львом, которого поймали в сетку, нет. Он имеет свои уши и свои глаза в Кремле. И поэтому он получил какое-то сообщение. И здесь наш умный глава Чечни, Рамзан Кадыров, чтобы не присутствовать 15 января на Великом Собрании, на послании президента России, чтобы не быть потом арестованным. Возможен был и такой вариант. Поэтому он решил сдать свои полномочия на время. И лидер Чеченской республики, глава Рамзан Кадыров, объявил о своей временной нетрудоспособности. Это он объявил 13 января. И передал свои полномочия с 13 января председателю правительства, Муслиму Хучиеву, который будет временно исполнять обязанности руководителя региона. А куда делся сам Рамзан Кадыров со своей многочисленной семьей? Конечно же, выехал из Чечни, друзья. Я думаю, что это так. Это только лично мое мнение, что Рамзан Кадыров со всей своей большой семьей выехал. Конечно, куда-то в Дубае, где у него свои поместья, или в соседнюю страну, в Саудовскую Аравию, где у него большие друзья. Во всяком случае, он уберег себя и свою большую семью. Он вывез всех и уехал. А республикой будет управлять Муслим Хучиев, которому, конечно, Рамзан доверяет. Но и потом Муслиму Хучиеву нечего бояться. Его же никто не собирается арестовывать, потому что он не нужен. Нужен Рамзан Кадыров. И Рамзан Кадыров всегда очень мудро поступает. Когда наступает такое тяжелое время, он пережидает где-то. Не находится, конечно, в своем доме. Он и в Чечне не находится. В это время он начинает работать с кремлевскими чиновниками издалека, виртуально. Он так с ними работает. И кому надо, перечислить сколько надо за свою безопасность и за то, чтобы он остался сидеть на месте. Документ, действие которого началось с 13 января, опубликован на сайте главы и правительства Чечни. В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики, исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период маевременной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики с 13 января 2020 года, говорится в тексте документа. Пока неизвестно, почему Кадыров ушел в отставку. Но в 2019 году он как минимум дважды передавал свои полномочия Хучиеву, ссылаясь на временную недееспособность. Как вы помните, были разговоры о том, что Кадырова отравили, и что он не мог даже ехать в Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию, потому что был слишком болен. Вот уже тогда, друзья, начались трудные времена для Кадырова. Именно тогда. Но Кадыров очень хитрый лис. Он знает, когда появиться в Кремле, а когда сбежать даже из своей Чечни, чтобы подальше-подальше от этих ГПУшников, которые, в общем-то, имеют тоже глаза и уши, везде даже у него во дворце. И я напомню вам, что в сентябре 2019 года министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что Кадыров плохо себя чувствует из-за сезонного ОРЗ. Вот вы видите распоряжение главы Чечни. О передаче своих полномочий. Временно, конечно. Видите ли, Чечня – это особый регион, который находится в особых, очень-очень близких отношениях с Кремлем. Но эта близость как раз и дает возможность Кадырову и его бригаде хорошо ориентироваться в том, что происходит в Кремле. Ведь в свое время отец Кадырова лег на алтарь политики Кремля и Чечни. И я думаю, что на самого Рамзана это тогда подействовало отрезвляюще. Я не буду сейчас определять, кто это сделал, кто взорвал Ахмата Кадырова. Но я думаю, что для Рамзана Кадырова это был очень тяжелый период, когда ему нужно было решать и выбирать. А выбирать-то было не из чего, друзья, потому что тогда и его собственная жизнь тоже висела на волоске от смерти. Он выбрал такой вариант, когда он оставил свою жизнь и жизнь своих детей. И жил все это время в счастье, в процветании и в радости. И я отдаю дань уму Рамзана Кадырова, который умеет так лихо пробегать между дождинок, того дождя, который Кремль посылает на всех своих тех, с кем он дружит. То есть дружить с Кремлем, знаете, с одной стороны, хорошо. И это благополучие и огромные деньги. А с другой стороны, на кону твоя жизнь и жизнь всех твоих близких. Мы это видим на детях, тех чиновников высокопоставленных, которые стоят наверху и управляют. И они выбрали свою жизнь, но не жизнь своих детей. Поэтому дети многих чиновников погибли в катастрофах. Дети многих чиновников наркоманами стали. И родители делают вид, что они не замечают. Они предпочитают оставаться на своих местах и постах. Возможно, они правы, что ничего лучше они все равно не сделают. Ни для себя, ни для своих детей. Но это плата за дружбу с Кремлем. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Ирина Карацуба, Сиитбурхан. Ирина Карацуба, Сиитбурхан. Ирина Карацуба, Сиитбурхан. 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 Сиитбурхан.